Добрый день, дорогие пылья! Вот вышли с козами пастись. Пошли мы, шли. Пошли до нашего леса. Во львовке, по кровке. Ну и тут свободно козочки могут кушать травку зеленую. На наше счастье ее выросло очень-очень много. Козы, козы, козы! Козы, козы! Козы, козы, козы! Немножечко будем пробираться сквозь ветки. Долго не записывала видео. Ой, просто упала. Все дела домашние. Я все удивляюсь на тех людей, которые часто регулярно видео выкладывают. У меня никак не получается. Можешь. Ну, потому что хочется снять, потом смонтировать, потом звук наложить, чтобы не было никаких шумов дополнительно. Сегодня я решила попробовать по-другому сделать. Сегодня я хочу снять и даже сама не просматривать, а выложить видео. Что тут у нас хорошего? У нас хорошая погода, тепло. И смотрите на то, что я в Любленке. Дело в том, что у нас тут в нем погода теплая, особенно если солнышко жарко. А к вечеру, когда солнце уходит и время становится сколько, пять, шесть, особенно в семь уже холодно становится на улице. Ну, конечно, все равно не как зимой. Вот. Ну, поскольку я все это время еще пасукус, если я выхожу в три часа, то мы где-то до семи, иногда даже до восьми с ними гуляем. Такой у нас выработался режим. А вот еще у нас есть обновка. Где-то там, покажись нам. Капа. Капа. Дениска назвал Капа. Я все хотела собаку-пастуха, в интернете смотрела, читала, в ордер-коле, всякие другие. Ну, блин, столько они денег все стоят. И вот шла недавно, уже не помню, три, наверное, дня назад или четыре, наверное, три. И вот такая собачка за нами приблудилась. Я говорю, будешь нашим пастухом. Ну, что, помогает. Козы от нее бегают. Ну, конечно, она не так пасет, как положено там кругом нормальным собакам, но, тем не менее, помогает их подгонять. Так что, вот я уже несколько дней с ней справляюсь. Ладно, пойдем дальше добираться сквозь кусты. Вот так вот и ходим для кустики, наклоняемся. Ай, козам наклоняться не надо. И мы так хорошо. Их рост осмечет, как раз. Ну, конечно, всю прогулку я снимать не буду. Смотрите, замучивайтесь. Так и немножко. В цели я вела ксесы. Кост, козлов. Вот все наши 13 козамот. Один из козочек, два козла. Из них доенных коз у нас сейчас три. Если вы помните, я говорила, что мы будем запускать коз. И мы начали запускать успешно, довольно-таки. Запустилась глажа, которая оказалась у нас однокутная. И запустилась милка очень быстро. Ну, как выяснилось, милка все-таки не котная, не сукозная. Не знаю, как правильно говорить. Ну, и даже не беременная. Но, тем не менее, попыталась ее попробовать раздоить. Ну, уже все. Там нет молока. А у других трех раздоила. Ну, смотрю, оказывается, там козлят нет, вспоминит, куды. Как еду всю пережуют свою, переработают. И стал раздоивать. Уже было молока мало очень. Сейчас у нас 6 литров в день трехкорс. Маруси два с половиной. А ну, не подаемся. Здесь какие-либо. Маруси два с половиной. Марта. Ну, два где-то. Ну, и розочка. Путора. Дальше включается. Вот, с вами несколько раз. Четыре. И шесть. Ну да. Вот так вот. Объявление на Авито обновило. населить звонки. Спросят молока. Только, сколько у нас нет пока еще. 100 литров, 20 литров в день. Ну, у нас пока молока хватает нашим постоянным покупателям. И чуть-чуть немножко остается. Конечно, не столько, если бы козы родили бы у нас козлятами. Тогда у нас было молока. У Маруси было 4,5 литра, потому что она второй год уже была. Как это? Кот, нибудь, кот, нибудь рожала второй год. Вот. А другие первокотки у них было максимум 3,5. Вот, видите, сколько травки у нас тут. Счастье. для козочек и для меня, потому что я за них радуюсь. Вот они, мои хорошие, идут за мной. Идут, не отстают, успевают весь по дороге. Ну, я не все время буду идти. Сейчас подальше уйдем и там будем стоять. Надеюсь, видео не очень трясется, пока я тут пойду. Иду спотыкать палец. опять наклоняемся дерево. Опа! Такая вот зарядочка. Когда было холодно, я тут еще не такую зарядку делала. Управа телефон, записала степ-аэробику на телефон и, когда начинала замерзать, включала и грелась. Козы с метривычки стояли на меня, смотрели какое-то время, потом продолжаем свое дело. Ну, наверное, давайте постоим немножко, чтобы я собесухалась. Не совсем спортсмейка. Козы лопают. Капы тоже пасются собачка ножи. Только и слышно прум-прум-прум-прум-прум-прум-прум-прум-прум. Как я люблю этот звук. Когда козочки через два часа становятся пузатые, раздувают их. Ну, наверное, на этом пока хватит, чтобы репортаж был не такой длинный, чтобы вы не замучили смотреть, чтобы еще захотели зайти на наш канал и посмотреть, что же тут у нас происходит нового. А, еще хочу сказать только что даю я теперь мы доим коз три раза в день, поэтому, в общем-то, молочка прибавилось. А кормление такое. С утра сено во время дойки, после, ну, доим в девять часов, сено где-то, ну, сено до этого, сено, короче, с девяти часов примерно до одиннадцати я даю. Потом в одиннадцать часов даю пойло, потом еще сено после пойла, ну, в общем-то, первую половину дня они стоят в козлятнике. Потом у нас в три часа дойка вторая, во время дойки тоже они сейчас едят сено, бодоли у нас закончились, другой тоже ничего стараюсь не давать, потому что сено очень хорошо для пищеварения, зеркца, и потом уже часа в четыре, иногда получается полпятого, но реже в пять, мы идем на пастбище. И по времени, в зависимости от того, как они наедятся, бывает это два с половиной часа, но это минимум, бывает три-четыре часа, но больше не бывало, четыре часа бывало, я их посуду. Потом приходим, уже им, конечно, ни сено, ничего не надо, потому что у них пузяки такие, что они не могут даже лежать, они стоят какое-то время, я отдыхаю, ну и раз так нагуляюсь, то даже приходится мне поспать, и потом дойка у нас в десять часов, третья, вот таким образом раздавимы. Я сегодня думала о том, как бы это сделать так, чтобы еще побольше молока было, думаю, надо сделать четыре дойки, и тогда надо через равные промежутки времени получается через шесть часов. Стало примерно прикидывать, получается в шесть утра, в двенадцать, так, в шесть, шесть часов вечера и в двенадцать ночи. И что-то я думаю, как это ночью спать, рано вставать опять, чтобы в шесть доить, это надо хотя бы в пять или полпятого проснуться, чтобы выйти доить. И, в общем, я эту затею отменила. Достаточно было три дойки, нечего мучиться, нечего загоняться, как в прошлом году. Мы раздаивали хвост по шесть раз в день. Это было, что в будильнику жили, но шесть раз это вообще нереально. Никому не советую. Мы так замучились, что потом два месяца мы такой удержали режим. Потом мы перешли на четырех разовую дойку, потом быстро на трех. И на трех-то разовую, даже долго не продержались, перешли на двух разовую дойку. А лучше постоянно заить три раза в день и будет вполне нормально, достаточно много молочка и не надо себя мучить утверждать. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Заходите на наш канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду рада, если будет больше подписчиков. Сейчас у нас целых тридцать шесть или даже тридцать семь уже сегодня. Здорово, да? Все, всем пока.